здравствуйте на канале it on tv программа тема дня сегодня я веду я михаил горин а с нами на связи из киева политтехнолог николай спиридонов здравствуйте николай здравствуйте михаил здравствуйте не смотря на то что прошло уже несколько дней после того как сша и германия приняли решение по так называемому северному потоку 2 что он будет продолжен тема это продолжает обсуждаться у нее есть свои сторонники противники естественно в этом контексте все время фигурирует украина скажите пожалуйста вот в рамках этих договоренностей все время появляется фраза что украину предали что украина пострадавшая сторона и так далее не могли бы объяснить имеется ввиду политическая составляющая и последствия не политические последствия этих договоренностей или экономические потому что судя по тем документам которые появились о встрече байдена и меркель там было отдельно оговорено что будет будут добиваться чтобы максимально долго как минимум до двадцать четвертого года продолжался транзит газа через украину предусмотрены механизмы воздействия на россию в случае использования этого как политического рычага и так далее я думаю что эти договоренности это однозначное поражение украины экономическое потому что продолжение транзита там до двадцать четвертого года или там как говорят на 10 лет на самом деле никто не гарантирует с политической точки зрения как раз украина получила некоторую политическую моральную компенсацию поскольку там достаточно острые выражения используются что вот не допустим агрессию защитим но по сути уже политические заявления выступают таким себе буфером то есть вот попыткой смягчить фактическое поражение поражение экономическое но хотя с другой стороны несмотря на то что это поражение но это стало поражением только в следствии попыток украинской власти утверждать что она в состоянии на это повлиять на самом деле держава мирового уровня которым безусловно 1 соединенные штаты америки и федеративная республика германия они же исходят главным образом из своих экономических интересов и интересы украины но могут как-то формально соблюдать но явно это для них не первостепенная задача поэтому то что достроить северный поток 2 это было неизбежностью это было ожидаемым поражением это типа того что я например выйду боксировать против нынешнего мэра виталия кличко ну конечно я в итоге проиграю и сообщи останусь жив но поражение это достаточно ожидаемо то есть чего-то другого ожидать было бы глупо скажите пожалуйста в через несколько дней предполагается что зеленский отправится в соединенные штаты америки где он должен встретиться с байденом же байденом многие предполагают что там в ходе его встречи он получит какие-то ну как это принято назвать утешительные призы за отсутствие вот этого дивидендов северного потока 2 из-за договоренности на ваш взгляд какими могут быть эти призы естественно в кавычках и вообще чего может добиваться там владимир зеленский или же сам факт встречи на этом уровне это и есть уже утешительный приз вы знаете у меня немного другая информация насколько я видел в источниках встреча будет 30 августа то есть примерно через месяц и даже через месяц я не уверен что эта встреча пройдет что она не будет перенесена по той причине что сейчас общение с зеленским для соединенных штатов америки не удобно как раз по причине нашей предыдущей темы за северного потока 2 что зеленский пытается достаточно активно критиковать западных партнеров что вот они не отстояли интересы украины а соединенным штатам америки этот разговор ну скажем так неудобен поэтому и была перенесена встреча на 30 августа если северный поток 2 не будет полноценно запущен то вполне вероятно что встреча будет перенесена и еще вообще куда-то на осень если же зеленский все-таки долетит до соединенных штатов и встреча состоится то возможно до соединенные штаты америки как минимум продемонстрируют ему свою поддержку сделают определенные заявления ну как показывает практика если мы от эмоций отступаем и говорим языком цифр то цифры поддержки при президенте байдена в два раза в два-три упали даже по сравнению с президентом трампом которого клеймили что он там пророссийский что он там чуть ли не пути низ но при трампе на военную помощь украины давали значительно больше поэтому нужно следить наверное не за заявлениями хотя заявления тоже важны затем что будет на практике и увы помощь которую получает украина последнее время чаще декларативное и мы должны это понимать как говорят циники спасение утопающих дело рук самих утопающих если украина недостаточно активно недостаточно эффективно в отстаивании своих прав экономических и политических то надеяться что нас там защитит америка или европа ну достаточно будет наивно по-прежнему нисходит тема в рамках украина российских отношений статьи владимира путина президента россии по поводу того что главной тезой которого является что русские украинцы это один народ в связи с этим вот мой какой вопрос мне попалась на глаза я к сожалению забыл записать одно социологическое исследование которое было проведено буквально на днях достаточно большое судя потому что я понял об отношении украинцев вот к этой к этому тезису путина и там цифры достаточно такие странные не то что странные но внушительные по отношению к этому что свыше половины в зависимости от региона безусловно на востоке это одни цифры на западе это другие цифры в центре 3 но в принципе даже в центре цифры 50 55 процентов согласны с таким тезисом владимира путина скажите пожалуйста как это можно объяснить ведь до сих пор когда обсуждалась эта статья в украинской прессе на телешоу и так далее над ней откровенно ну в лучшем случае извините за же организм стебались худшим издевались вы знаете у меня все таки нет полного доверия к этим цифрам даже если социологический центр достаточно именитый я вот тоже был в свое время соучредителем социологической компании известной в украине и сейчас получаю достаточно много цифр закрытых и открытых и все таки после таких событий как аннексия крыма после войны на донбассе количество украинцев которые считают русских братским народом очень значительно уменьшилась и как минимум то 50 процентов по моим данным не дотягивает но даже если допустим вот займем уже позицию путина в виде исключения и предположим что русские украинцы один народ но к сожалению очень часто бывает что даже между представителями одного народа и народов близких бывают очень острые конфликты и как бы ну тот же вот зеленский например президент он как известно евреи и далеко не все евреи в украине вот сейчас готовы к громко заявлять что они с зеленским один народ вот как то их политика зеленского устраивает не вовсю но так и в отношениях межличностных вот есть такой термин например дэрби в спорте например в лондоне несколько сильных футбольных клубов включая челси арсенал еще там есть сильные клубы и как раз соревнования между футболистами из одного города как правило проходят наиболее принципиально и бывают очень часто наиболее важны поэтому соответственно даже если мы тут подыграем путину и предположим что это или один народ или народу очень близкие то это не отменяет той ситуации что фактически после аннексии крыма отношения между странами враждебны следующее событие которое прошу вас прокомментировать это сообщение о том что киевский суд согласился с тем что против владимира зеленского может быть возбуждено дело связанное с госизменой имеется ввиду о якобы операции якобы вагнеровцев которых вывозили из белоруссии это одно одно событие а второе то что на днях президент зеленский подписал указы в котором сменил практически большую часть высокопоставленных сотрудников в сбу это каким-то образом связанные события или никоим образом связанное может быть в той степени что действующая власть пытается контролировать и силовые органы и пытается контролировать суды поэтому вот соответственно сбу и суды объединяет общее название правоохранительная система больше было информации в украинской прессе о том что петр порошенко подает в суд на владимира зеленского пытаясь оспорить пленки медведчука по поводу информации суда по вагнеровцам честно говоря по состоянию на данную минуту я исхожу вот из вашей информации я пока такой информации даже не видел но в любом случае с юридической точки зрения судиться с действующим президентом но как правило это дело достаточно бесперспективное реально зеленский сможет ну как сможет будет чем-то рисковать только после ухода с президентского кресла сейчас же это только элемент политической борьбы то есть тут уже больше будет политики чем юриспруденции соответственно вот попытка может быть показать обществу что и президент является чем-то недосягаемым что с ним тоже можно судиться на него там можно заводить определенные дела но иммунитет президента достаточно хороший поэтому задача зеленского конечно прежде всего перезбраться на второй термин тогда в ближайшие годы никакие суды юридически ему угрожать в реальности не будут только политически а каков на сегодняшний день рейтинг зеленского рейтинг зеленского постепенно падает что характерно вообще для всех президентов украины начиная с леонида кравчука леонида кучмы ну и сейчас вот по разным вопросам его рейтинг в районе 30 процентов иногда дают больше иногда дают меньше ну то есть в принципе этот рейтинг позволяет всерьез претендовать на переизбрание но не нужно забывать что до плановых выборов там впереди два с половиной года и соответственно этот рейтинг вот судя по динамике он как раз может опуститься скорее всего процентов до 15-20 то есть можно сказать что рейтинг зеленского плавно снижается не быстрее чем это было у его предшественников потому что в целом украинцы ну такая нация достаточно оппозиционная и как правило любая власть популярности не имеет ни общенациональная ни допустим вот мэры крупных городов и вот чем больше они в должности тем больше у них проблем возникает с рейтингом Николай спасибо за ваши комментарии всего вам доброго спасибо вам на этом все напомню что с нами на связи из Киева был политехнолог Николай Спиридонов до свидания до свидания